Итак, друзья, мы снова вместе. Сейчас я покажу, не все из вас, даже те, кто вот сейчас смотрит Вот эту, вторую серию, не видели первую. Я ознакомлюсь со своим каналом, который называется Содоводство по Железу. Вот есть каналы, где миллионы подписчиков и злобная невероятная технология по уничтожению деревьев. Вот, наука пока на это не обращает внимания. Мало того, с подачи именно науки, с первых поколений ученого, эта зверевая технология в ледяной морозной Сибири имела успех. И с удовольствием было напрочь загублено. В конце вот этой вот, первой серии, кто-то человек один написал. Железовая мания величия. Да, у меня мания величия, у меня лучший сад в России, да. Вот. Меня признали, я вам потом покажу, мошенники. Они же тоже не дураки, но признали же. Как, я вам покажу ниже. Вот. Итак, последний фильм вышел. Вот он, видите, это слева. Сейчас я на него нажму. Вот. Это о... Называется он, воспоминания о будущем сибирского садовода. Серия номер раз. Вот. Теперь мы начинаем вторую серию. Я напомню, о чем шла речь. Итак, вы видите Александра Кондратовича Горель. Вот. Именно то, что потом, скорее всего, нет других людей, завистливые под влиянием западенства, так скажем, западничества, ввели садоводцев в сторону. Вот. И в девятнадцатом веке самый главный мой. Не учитель, нет. Я все открыл сам до последней запятой. Познакомился позже. Вот он, Горель. Смотрите, о чем речь пойдет. Мы... Только самую главную цитату и дату, чтобы вы знали. Ошибочность теории Гореля. Он не может ошибаться по одной причине. И, повторяя его путь, его выводы, я, Железов, оказался в двадцать первом веке вот здесь. Связь была потеряна. Огромный разрыв. Это миллионы, миллиарды деревьев, которые никогда не родились. Вот. Из-за опущенных рук. Или родились и погибли из-за звездской технологии. Вот о чем речь, друзья мои. Итак, Горель. Девятьсот пятый год. Обратите внимание, я вынужден повториться, потому что дальше пойдет еще важнее моменты. И не все видели первую серию. Дорого обошелся этот способ. Утверждает в своей статье Мичурин. Девятьсот пятый год. Пропала бесследно масса труда, денег и времени. Вспоминая о статье 80-го года, Мичурин писал. Не только я сам уверовал в возможность, чудес. Чудеса я сейчас статью показывал. Но стараюсь убедить других. Написал о моем опыте. Отказавшись от теории Греля. Короче, у него погибло все, что могло погибнуть. Прививки. Мичурин призывает к новому пути. Самому обратиться к самому верному и надежному способу получения новых сортов путем посева семян, взятых от отборных плодов, лучших сортов как своих, так и иностранного происхождения. Так вот, в конце 20-го, нет, в 20-м, второй половине и начале 21-го века самый главный, самый верный сторонник этого пути, достиг грандиозного успеха, сибирский садовод. Фабири называть не буду, он меня ненавидел, потому что то, к чему он шел 60 лет, я пришел к этому за 10 лет. Он путем посева, завезу путем прививок. Различие между акклиматизацией по грелю и акклиматизацией по его методу, мичурею в том, что в случае прививки черенков от любых сортов мы имеем дело со старыми организмами. А я имел дело только с молодыми организмами, сделал на этом акцент, и пока еще дружил с наукой, меня критиковали, и вернее направляли в Рею Константинович, старые, надежные, сложившиеся организмы, старые, надежные, сложившиеся организмы, в принципе, отказавшись сейчас уже от Мичурина, грель, Мичурина от греля, современная наука от Мичурина, но вот эти отголоски, они остались, уже были убиты в сознании. Ладно, в принципе, мы это прошли с вами в конце. Еще я удивился, что он простой человек, сын провидора, кончил медицинский факультет, значит, со мной вот самоучка, как и мы. Вот, ну и зацепились мы за, я зацепился за Славом Ламарсиско, и решил расширить наше познание. Вряд ли каждый из вас знаком с Ламарком. Так вот, еще напоминаю, еще раз упоминается, 1905 год, 28-летний опыт. Сейчас вы будете шокированы. Полностью отказался от, то есть заявил о климатизации растений, возможно, только путем посева. Внимание, забегаю вперед, 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 забегаю вперед. Вот, что вы сейчас увидите. Вот. внимание вот это вот я держу книгу мне ее прислали поверьте хоть меня и считает там они величие прочее но объективности у меня хватает вот эта книга ее один из моих учеников нашел в каком-то городе не помню фамилию учеником он нашел ее на помойке я выбросила библиотека так как здесь не было ни начала ни конца все оторвано а середка вот она я долго не мог понять имея такие кусы и знания и такое вот как бы сказать настолько раскинута не пах что где причина где следствие что зачем и вот она страничка о вегетативной гобилизации а дальше прививки 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 от которых мичурин отказался 2005 году и о чудо когда я фотографировал последнюю страницу этой главы видите вот она еще ничего не выдумал последняя страница это в общем сколько их там но толщиной палец страниц я только тогда не смотрите на эту дату это я фотографировал недавно с прямо с экрана с этого книгу на подоконнике вот она 1912 год и вот с этого момента он столько этих сознание людей он же гений мичурин хотя потом он был как бы сказать развенчан последствий он был развеете но еще раз говорю маму ских много-много убитых эти мозги самое главное что 21 век спор скандальный как же посмели братья железовы попасть на крупнейший этот самый канал там миллион сто тысяч подписчиков вот как посмели как посмели вот злоба ненависть оскорбление только за то что заступили за растение что нельзя их колечить вот и пусть еще какая-то подобие дискуссии было вот и было сказано вот это самое при свободном опыление получаются дички игоря константинович продает семена семечки косточки а вырастут жердели и дички так это было сказано а я потом нашел эту цитату и вот я вас сейчас заинтриговал что мичурин опять сделал видите поворот 2005 год 2002 вот и вернулся квитативной габринизации а теперь давайте немножко продолжим вот я вынужден сделать небольшой перерыв потом я попрошу соединить состыковать эти два фильма которые получаются кусочку продолжаю и так это не шутки путин мичурин успел поменять мировоззрение дважды вот она это чтобы видели откуда я все это взял вот раз я взять стал чуть ли не историком давайте посмотрим что было сорок восьмом году августовская сессия восхнил москва сорок восьмой год расширено заседание всесоюзной академии сверховидественных наук имени ленина организованной лысенко его сторонниками создавление цикавы кпб ключевое событие противостояние мичуринской агробиологии и классической генетики вот так вот вот мичуринская и лысенко работа никак не вписывалась в генетику но это мы к этому еще вернемся давайте посмотрим меня зацепило я не хотел этого показывать меня зацепило слова что уже резул манили речи а я только сказал что я орденоносец кавалер ордена славы лучший изобретатель города на риска это потому что не просто не потому что меня нет просто не дурак вот а свое мнение мое мнение вот здесь вот вот к тому же я еще и 30 тыс саженцев вырастила моя понятно как правило ни одного вы не правы валерий корсинович бах отсюда же вот с этой же википедии цитата я отвечаю сколько покажите сад сколько с вами растение вырастили я 30 тыс а вы и ширина когда разговаривали по телефону не было такой связи как сейчас пи 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 все разговаривать не о чем и так продолжаем моя мания величия вы сами виноваты господа ученые что у меня мания величия вы виноваты саджицы темирезовской академии все эти фотографии взяты из интернета что вы выращиваете нажимая вот сюда вот сюда вот сюда получая вот это вот взяли мою фотографию так позорище темирезовская академия и под эту фотографию придумали биографию это темирезовская академия москва это институт садоводства сибири на тот который барнауле тот который именили савенко 80 лет на самом видном месте красуется моя фотография разоблачены сотни питомников интернет магазинов почему потому что вот эта линейка она или когда я раскрашивал чтобы показать масштаб плодов я не думал что она сыграет такую роль в моей жизни сделает меня мани величия я самый популярный среди сотен мошеннических подчеркивать сайтов вот а это вот наука вот тоже как это как вы сюда попали и получается я что сторонний наблюдатель когда я чуть-чуть гопнул глубже я понял почему это у нас такая дебильная смертельная глупая ненужная невежественная каторжная технология вот это просто знаете пару примеров вот сидит милая девушка да она не знает что чтобы заработать свои там 30 сребряников вот ее заставили хвалить вот эту вот яд муравьев и произвести страшные слова ничего ничего как они вляпаются муравьи и сами на своих лапках принесут яд муравейник муравейник погибнет вот и так муравей вот они муравьям на даче не место да а где место в лесу если муравей это ведь когда вы уничтожите садовых муравьев которые они не различаются на садовые лесные там другая градация просто когда уничтожите в садах и а если пойдет эпидемия в лес вся планета погибнет мы все погибнем без муравьев мы люди умрем с голоду всей планеты этот дебилизм он идет корни то все оттуда этот маленький пример роль кожи в терморегуляции организма ведь это умудриться до взять написать статью вот что если мальчика покрасили он умер кожа орган теморегуляции а у растений если хотя бы поначалу берили и по белка сваливалась и дерево не успевала нанести большой вред сейчас и красят того чтобы люди заработали на покраски вот а вот это можно надо тыкать что это то же самое вот пример жизни людей он имеет пример от такой же самый такой же самый покрасили дерево на зиму белый цвет вот и все уже солнце его не греет зима понять относительно зимой машине тепло почему сами знаете казалось бы мороз машине тепло в автомобиле через стекло тот же самый этот парник кто об этом думает еще раз 905 году мичурин руководит уже было 28 лет опыта путем только посева вот это вот какое счастье вот это 100 страниц вот последний что здесь 22 год он после этого опять переиграл все опять переиграл вспомните насыщение ментора по мичурину это же прививки вот полез я в википедию читаю я добрался два слова викидативная гибридизация нам нужно постепенно разобраться почему идеальных истин не бывает слова истинно идеальных решений не бывает идеальных утверждений не бывает итак вегетативная гибридизация постулируемая в рамках мичуринской агробиологии лысенко так и его последователи явление образования при прививках растений в кавычках кавычка заметил вегетативных гибридов сохраняющих при половом раздражении модификации то есть поняли потом привели получили дерево она как через там какое-то время заплодоносила взялись и семечки вырастили а там уже действительно гибрид потому что он уже приобрел новое качество давайте сначала это я взял начал расшифровать при привыках растений сохраняющих при половом раздражении модификация приобретен сзади привек и не отличающихся от истинных гибридов получаемых скрещиванием заметив все в кавычках вегетативная гибридизация служила для последователей лысенко одним из центральных доказательств в словах доказательств в кавычке ложности классической генетики и хромосомной теории наследственности понятие а вегетативных гибридах было введено мичуриным который использовал вместо принятого кто во времена термина прививочный гибрид первоначально имитативной гибридизации называли изменения привоя под влиянием подвоя при привыках к растениям то есть получили привили а сорт на сорт б а получили ни папу ни маму а нечто совершенно другое но речь идет еще как видите не а до доведения до плодношения до получения последователей дальнейшего закрепления свойств новых после этого пользовался лысенко и его последователи объединили под именем вегетативной гибридизации довольно разнородные явления связанные по их представлению с расшатыванием наследственности они не только рекомендовали вегетативную гибридизацию как важный прием практической селекции но и использовали данные поведительной гибридизации как аргумент призвано провернуть хромосомную теорию наследственности и подтвердить их ламарсидские воззрения и вот о том понять не могу прививка это нож о чем они спорят прививка это это самое берется нож и срезается практически как по железу полностью весь привой полностью вживляется новая сорт новый организм вживляется да вот он никак не может это сохранить хромосомная наследственность но никак и тогда мы сейчас подойдем к слову химеры интересно нет я ведь самых серьезных людей все это рассказывают в результате а и опять по слову ламарсистское воззрение а сейчас и как когда так перейдем к ламарку и как это здорово ребята результате серии экспериментальных исследований тридцатых пятьдесятых годов вот она эта цитата чуть не вымутился наличие вегетативной гибридизации подтвердить не удалось а развитие генетики во второй половине двадцатого века показала ложность теоретических что там дальше ложность теоретических воззрение школ лысенко поскольку образующийся в результате прививки или трансплантации организма относится не к истинным гибридам а к химерам согласен современная нощий литературе термин а виктория на гибриде зации и век ты не на гибриде зации практически не используется плохо ребята плохо вот поэтому вас никогда вот этого не будет никогда 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 вот понимаете что речь шла о чисто лить в этих самых личностных личностной борьбе, а пострадала наука, вот что страшное. Ладно, читаем дальше. В учебнике Лобашова термин витативной гибридизации рассматривается как эквивалент термина привычной гибридизации, а сам вопрос о влиянии по двое привой рассматривается в духе классической генетики. То есть, что у Киш более современные университетские учебники по генетике, современные, университетские, содержат жесткую критику теории витативной гибридизации, либо само название признается неудачной заменой более раннего термина прививочный гибрид, который тоже рекомендовано использовать, как и на рассказании. Только сейчас говорят, что это неудачная замена прививочных гибридов, и он же и на сказании. Либо вообще не упоминается, и вообще не упоминает ни о прививочных, ни о вегетативных гибридах. Монографии Гая Синовича по истории генетики. О, был и был историк. Понятие вегетативной гибридизации используется только при описании работал. Сенко и его сторонников. Вот так, ребята. Ну что, а? Помогли вам ваши ляхи? Слов нет. Мне надо было где-то в 84-м году засыщить рукава, взять, привезти нож. Вот. И, вы знаете, когда я начинал, вот этого в помине не было в Сибири. Понимаете? Вот этого в помине не было в Сибири. Вот этого. Видели? Вот этого в помине не было в Сибири. Это лично мое, которого не может быть никогда. Лично мой гибрид. Тройной. Вот. Уже тройной. А вы еще научитесь двойные постигать. Этого. Черешни. Ой, сколько мне интересных тем переделкой вишни-черешни. Наоборот, за одно поколение. Поверите? Ой-ой-ой. Что же, ребята? Вот это символический снимок. Видите? Вот мои подвои. Вот он привой. Это так, символический. Фотография. Вот. А вы учитесь. Вот. Это, говорит, железо, в котором мания величия. Учиться надо. Учиться. Опоздали. На сто семь лет опоздали. Вот. Пришлось за вас работать. А теперь уже все знают, что существует эта теория. Все знают, что вертативная гибридизация существует только с особенностями. Ну, буквально все. Но никаких чрезвычайных нет. Вот. Победители. Посредственность такая, что ничего не смогли сделать. И сейчас все еще. Сорт А плюс Б. Кисточка. Пыльцу нанесли. 10-20 лет. А все. Да еще 20 никогда не хватит. Вот. А меня, я заработал ненависть нескольких ученых старого поколения. Всю жизнь толдычили там. А тот факт взял это. И не просто сохранил качество с помощью прививки, а улучшил. Увеличил. Это только маленькая часть. Маленькая часть. У меня же еще, знаете, сколько этих самых? Вот. То, что вы еще не видели, вот то, что видели, это полпроцента. Ладно. Это полпроцента. Сейчас мы постулат прочтем и закончим вторую серию. Итак, постулат также реализован. Викетинговизация существует. Второе. При прививках косточковых культур, именно, это два слова, именно. При прививках косточковых культур, абрикосы, сливы, вишни, персики и черешни. Обыденным является изменение плодов, размер цвета, холистость. Меняется под воздействием под вое. При вое и наоборот. Вот. Теперь, самый главный секрет я раскрыл. Со своей манией величия. Вопрос. Куда делись вегативные гибриды лысинковцев? Вывод. Они исчезли, потому что вегативные гибриды существуют в одном поколении и уже не повторяются. Только я смог повторять и чуть-чуть улучшать только тем, что мне всегда один из... Кто будет заниматься вслед за мной, должны знать. Если мне повезло в 84-м году, 85-м, посадить маньчжурский абрикос, на пятый год заплодоносил, вырос от огромного трехэтажного дерева, и 30 лет я с него и сейчас беру косточки на прививку, и сохранение качеств подвоя во всех поколениях, а поколение я продолжал через год, через два, не дожидаясь плодошения, брали черенки с очередного, со второго, третьего, четвертого. Это во мне Ф-ки, помните? Ф-1 это надо получить путем, через сколько лет путем скрещивания. А у меня свои Ф-ки, Ф-1 и Ф-2, это можно считать так. Где-то четвертого поколения уже получаем устоявшиеся свойства. И это не химеры. Нажим это самое. Съезд садовода в России. Че нам ловить-то? Локтенков присутствовал, я поехать не смог. Меня тоже приглашали. Организатор съезда садовода в России, мой друг. И вот съезд садовода в России, ученых, ни нас, ни этих. Там единицы были любители. Доктора, профессора. И крупнейший из них заслуженный агроном России. Обозвал Железова с трибуны. Шаманом. Вот так вот. Правильно я с химерой произвожу. Читаю дальше. Можно предположить, что прививки химеры и псевдохимеры вызывают в памяти предков качество райского сада Эдема. Я договорился, а можно сказать, доболтался до того, что сказал так. Не было никакой селекции растений от мелких, скромных, диких, невкусных в эту роскошь невероятную. Учитывая, что еще десять тысяч лет назад люди бегали с каменными топорами и только появлялись эти оседлый образ жизни. Десять тысяч лет. Не могло. Не могло. То, что приписали людям, это все сказки. Вот. На землю деревья попали готовыми качествами. Частично задичали, вспомните, ледниковые периоды. А потом мы начали их возрождать с разной степени возможностей. Одни возрождали так, что они еще больше дичали. Вспомните, черешни, выращенные семенами. Вот. Вот. Посредственные абрикосы. Вот. Нет, ребята. Давайте жить дружно. Значит, что там дальше у нас пойдет? Дальше у нас пойдет следующее вот об этом. Вот. Содержание книги. Величайший ученый Сечина. Содержание книги я приводил к выводам об отсутствии человека бессмертной души. Вы представляете? Мы животное. Мы скотина. Мы потомки той самой этой скалопендров и этих самых землероек, которая всего 60 миллионов лет назад, когда погибли динозавры, вылезла из нор и стала человеком. Вот. Видели? Нету, нету, нету у человека бессмертной души. И прогрессивная мысльная часть общего встретила книгу восторженно. Ура! Души нет! Ура! 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 Наконец-то! И это, всех перетрах... Извините за свои слова. Всех перетрахают. Все, что могу, украду. Кого это самое на гильотинах? Ай, ё-моё! А войны, войны, бесконечные войны. Десятки тысяч погибших, десятки миллионов погибших, десятки миллионов инвалидов. Нету души у человека. Зарвали церкви. Нету души у человека. И тогда я вспомнил Ламарка. Вот на этом вторую серию я заканчиваю. Не нравится мне это. Вот. Ещё раз говорю. У меня большое самомнение. Оно вызвано тем, что меня использует... Вот. Это не я. Это не я, ребята. Вот. Это не я. Видели? Это Тимирязевка. Это институт имени Лисовенко. Это не я, ребята. Вот. Меня признали. Но признали как? Поняли, забыли. А вы говорите об мании величия. Так, вторая серия закончена. Просьба здесь написать продолжение следует. А в третьей серии мы повернёмся к бессмертной душе, которая не существует. Господи, до хрена вы в церковь-то со светочками ходите, а? Это истины долбаные. До свидания, друзья. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»